Сколько сейчас в плену еще ребят остается? Два из Донбасса, а еще сколько? Именно в ДНР, в Донецком и СБУ? Ну, по последней моей информации, больше 30 человек было. А что нужно для того, чтобы их освободить? Ну, как я последний раз разговаривал с одним из командиров. Я не знаю, кто, фамилия, Заяц. Я ему позвонил, разговаривал за Сэма, он как раз мне стал рассказывать, что его ждет судебное преследование. Говорю, ну вы же мне, Виктор Васильевич, вы же мне обещали, что его отпустите, и никакого криминала на него нет, он в военных преступлениях не участвовал, что его это признали, что Сэм, ну, он воевал, но он солдат. Но никаких военных преступлений на него нет. А что последовал ответ? Мы знаем, что на нем нет, но на наших ребятах, которые сидят у вас по СИЗО, тоже нет военных преступлений, но их сейчас украинская сторона дает им реальные сроки от 8 до 12 лет. Есть такие, да? Да. То есть не хотят их менять, дают им реальные сроки. Что-то я такого не знаю. Ну, вот со слов, что те, которые мы хотели обменять, им дают реальные сроки. Поэтому мы будем давать реальные сроки вашему, потому что с этих позиций разговариваем. Как бы сказать. Ну, а вообще информация о пытках преувеличена, да, в ДНР? Ну, не совсем так. Допустим, Сыча нашего казнили, ну, потом Красный Крест его забрал. Казнили кого? Ну, он был такой позывной Сыч в моем взводе. Он выходил из окружения. Это боец Донбасса? Да. Они узнали, что он из Луганской области и казнили его, расстреляли. Боец Донбасса Сыч? Сыч. Его казнили в Донецке? А за что? Да. За то, что он из Луганской области. То есть, получается, те ребята, которые в Донецкой и Луганской области, они особенно под угрозой? Под самой большой угрозой. Ну, у нас, допустим, пыток, пыток как таковых не было, я уже говорил. Пресс моральный был очень сильный. Избиения были со стороны некоторых охранников, но хочу сказать, что на уровне руководителя, на уровне командиров, это не поддерживалось, даже пресекалось и наказывалось. Таких особо рьяных. А что происходило в других местах, я не знаю. Что касается Донецкого СБУ, там, где мы находились, ну, как-то вот так. Когда бы там были вам... Нельзя сказать, что они зверствовали. Приходилось видеть россиян, граждан России, представителей группы, осетин, чеченцев, еще какие-то... Нас они не допрашивали, но слышали, видели, они скорее как кураторы. Кураторы и то инструктора. Ну, больше как кураторы. То есть, вами имели дело напрямую местные жители, да? Да, только денеранцы. Что у них в головах? Они вот... Только ли они пришли за тем, чтобы грабить, наживаться и, используя момент, богатеть? Или уже у них есть какие-то представления, какие-то ложные идеи? К чему они стремятся? Зачем они все это делают? Ну, сложный вопрос. Что они воюют? Неоднократно были у нас беседы с ними. Я задавал вам один вопрос. Говорю, ну хорошо, когда в сентябре вы еще там, брелы себе, мечтали о том, что вы, как Крым, пойдете под Россию, то есть состав России. И теперь вы понимаете, это вот уже там, ну, в конце, вы теперь понимаете, что Россию вы не нужны. Да, понимаю. Говорю, хорошо, предположим такую ситуацию. Как вы говорите, отстаньте от нас. Хорошо, Украина от вас отстала, отгородилась забором. Вы не признанная республика. Мы живем в глобализированном мире. Говорю, чем вы собираетесь кормить свой народ? У вас осталось там 2 миллиона людей. А мы еще об этом не думаем. Говорю, как вы думали. Вот у нас сейчас задача отвоевать свою территорию в границах Донецкой и Луганской области. Я говорю, ну это не может быть целью. Это, ну, это средство. Цель у вас в чем? Жить отдельно, но вы не сможете жить отдельно в современном мире. Ну я так и не получил ответа.